Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Кисаева Ирина, и я являюсь представителем федеральной компании «Этажи». И сегодня мы поговорим об ипотеке при разводе. Но прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего эфира, хочу напомнить, что «Этажи» — это агентство недвижимости номер один по версии Сбербанка. Мы предоставляем полное сопровождение сделок, гарантируем безопасность, поможем с ипотекой, дарим скидки от партнеров. И все это более чем в 260 городах России и за рубежом. Кому достанется ипотечная квартира при разводе? Наличие ипотеки осложняет процедуру раздела имущества при разводе супругов с детьми. По закону Российской Федерации бывшие супруги имеют равные права на совместно нажитое имущество и должны разделить его в соотношении 50 на 50. Ипотечная недвижимость является общим имуществом, но находится под обременением и потому не подлежит разделу в обычном порядке. Главные правила и основные сценарии, по которым делится недвижимость при разводе. Квартира, купленная до брака, останется в собственности у того, кому она принадлежала. Для раздела квартиры супруги могут заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества. При отсутствии брачного договора все совместное имущество, в том числе и недвижимость, делится пополам. При наличии брачного договора имущество будет разделено так, как прописано в документе. Если в семье есть несовершеннолетние дети, суд при разделе имущества может отступить от равенства долей в интересах детей. Если квартира куплена с использованием материнского капитала, дети признаются участниками долевой собственности. Если квартира куплена до брака. При разводе и разделе имущества квартира, приобретенная до брака, останется в собственности у того из супругов, кому она принадлежала. Бывают случаи, когда жилье приобретал в ипотеку один из супругов до брака, а после свадьбы ипотеку выплачивали совместно оба супруга. При разводе квартира останется у собственника, но второй супруг вправе потребовать деньги, вложенные им в погашение кредита. Если квартира куплена в браке, по общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. То есть квартира, приобретенная за счет общих доходов, является общим имуществом мужа и жены, независимо от того, на чье имя она оформлена. Как при разводе делится квартира, купленная в браке? Супруги могут купить недвижимость в общую совместную собственность, без выделения долей или в общую долевую собственность, с определением долей. Как правило, размер долей назначается супругам поровну, по одной второй доле. Простыми словами, недвижимость, купленная в браке, при разводе делится между супругами пополам, если у них нет специального соглашения об определении долей. Если у супругов есть брачный договор, супруги могут разделить общее имущество и определить доли, заключив соглашение об определении долей. или заключить брачный договор, прописав в нем любые положения, касающиеся имущества. В брачном договоре будет указано, какое имущество будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Что делать, если брачного договора нет? При отсутствии брачного договора имущество считается общим и недвижимость делится пополам. Суд исходит из равенства супружеских долей. Суд вправе отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе в интересах несовершеннолетних детей или в интересах одного из супругов. Если в семье есть несовершеннолетние дети, суд при разделе имущества может отступить от равенства долей в интересах детей. В этом случае будет увеличена доля того из супругов, с которым останутся дети. В каждом конкретном случае интересы детей устанавливает суд. Как делится квартира, купленная с материнским капиталом? Материнский капитал имеет специальное целевое назначение и не является совместно нажитым имуществом. Эти деньги нельзя разделить между супругами. Квартира, приобретенная с использованием средств или части средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и их детей. Закон предусматривает обязательное оформление предобретаемого жилья в общую долевую собственность всех членов семьи. В эфире телеканал Архиз 24. С вами был специалист по недвижимости Кисаева Ирина. До встречи.